привет мои дорогие друзья новый выпуск не заставил себя долго ждать я вновь в дороге потому что впереди целых три выходных праздничных дня это самое время для путешествий и сегодняшний выпуск будет необычный может быть он даст старт новой рубрики гастрономический обзор мы поговорим сегодня о корейской кухне но я не в корее а еду самарканд обратите внимание на потрясающие пейзажи за окном я не могу оторвать глаз от этих невероятных гор неповторимых кстати это подножие горного хребта гоп-дум-тау разделяющего джизак скую и самаркандскую области этот хребет является южной цепью в составе нуратинский гор потрясающие вот честно я бывал в разных странах но таких гор не видел я второй раз еду в самарканд и не могу налюбоваться ну что я уже в городе дорога прошла относительно легко в город я ехал на машине самарканде я проведу буквально сутки вот я нахожусь в историческом центре и далее буду направляться на обед корейский ресторан привет дорогие друзья ну что я снова самарканде буквально на один день приехал посмотреть вновь на этот чудесный город а узбекистан сегодня принимает эстафету после украины молдовы и сегодня в узбекистане отмечать день независимости замечательный праздник независимость это хорошо особенно когда страна развивается идет я думаю по верному пути ну что хочу сказать мусты килик байромингис муборак узбекистон поздравляю всех с праздником желаю мира процветаний и предлагаю каждый день прилагать чуть больше усилий знаний для того чтобы страна процветала не будем лениться и будем более ответственными поздравляю всех с праздником и желаю всего самого наилучшего иду я по улице бустон сарой мимо памятника тамерлану рухабада и ресторан находится не доходя площади регистан он достаточно неприметный в сдержанном корейском стиле несмотря на то что обед людей немного всего лишь сидели два парня и заходили еще какие-то туристы сам ресторанчик интересный вот обратите внимание что в столы встроены устройства для приготовления пищи для жарки меню изобилует мясом и мясными блюдами не зря в столы встроены устройства для жарки но я попросил официанта подобрать мне что-нибудь без мяса и они предложили три блюда и даже если туда предполагалось добавлять мясные ингредиенты они их уберут но смотрите далее что мне принесут уважаемые подписчики я знаю что среди вас есть этнические корейцы напишите пожалуйста в комментариях правильное название этих блюд потому что я пока что все не запомнил и оцените на ваш взгляд качество приготовления этих блюд спасибо буквально через 5-7 минут принесли закуски конечно же сразу узнал кимчи мой любимый дайкон остальные закуски я честно не знаю подскажите в комментариях это вот что-то типа капусты огурцы это наверное рулет на вкус там по моему есть яйца но ощущается тофу и что-то жареное в кляре также я заказал горячее блюдо холодное здесь вижу овощи пророщенный маш немного грибов капуста это по типу кукси ну дальше разберемся давайте пока посмотрим это блюдо вот яйцо жареное морковь как я уже сказал пророщенный маш камера запотела капуста и там рис белый рис пока горячее блюдо остывает я решил начать с холодного не знаю правильно ли я делаю напишите в комментариях но это бесподобно рисовая лапша с овощами и половинка яйца а чтобы удобнее было есть лапшу потому что она как ком не принесли ножницы ну вот уже остыло горячее блюдо буду пробовать очень нежное овощи приготовлены умеренно легкий хруст остается единственное что я бы добавлял меньше масла прям масло очень много о мой любимый дайкончик я его съел первым делом не удержался друзья с голодухи столько всего заказал желудок уже полный а на очереди кимпап выглядит презентабельно в принципе никаких претензий нет и очень вкусно я уже попробовал единственное что у меня были ожидания в целом здорового продукта а здесь есть нюанс я в составе заметил крабовые палочки и это небольшой минус все-таки крабовые палочки не является здоровым продуктом и их состав оставляет желать лучшего поэтому я бы их убрал и в таком виде продукт был бы изумительным что друзья я поел и и таком счет составил двести сорок четыре тысячи двести сумм ну учитывая объем пищи я думаю это нормально потому что я наелся вдоволь мне хватит до завтрашнего дня и после такого сытного обеда я пришел на площади регистан это второе мое посещение за всю историю и сейчас я смотрю на эту величественную неповторимую площадь совершенно другими глазами а моя поездка самарканд подошла к концу вот такое удивительное спонтанное путешествие у меня получилось я надеюсь вам понравилось не забудьте подписаться на мой канал поставьте лайк так алгоритмы ютуба будут продвигать видео его сможет увидеть больше аудитория и это будет ваша благодарность за мою работу я вас благодарю за просмотр и за то что вы остаетесь со мной вам интересно вы пишите комментарии делитесь своими впечатлениями и эмоциями и они бесценны я приехал уже на вокзал и буквально остается полчаса до прибытия моего поезда а пока есть время до отправления я купил друзьям сувенир самаркандскую лепешку кулинарное достояние не только самарканда но и всей страны самаркандские лепешки известны далеко за пределами узбекистана и трудно себе представить чтобы турист уехал из самарканда без этих лепешек они хранятся очень долго плотные большие тяжелые их выпекают по особым технологиям и наверное эти лепешки получаются такими только в самарканде но друзья для меня очень важно знать состав вы знаете мы питание образ жизни знает может кто-то выпекает сам самаркандскую лепешку как делают что туда входит добавляет ли яйца дрожжи читал некоторые рецепты что пишут топленый жир бараний очень важно знать состав спасибо пока я любовался лепешками подошел мой поезд и поездка завершается через два часа я буду в ташкенте преодолев 300 с лишним километров на современном высокоскоростном поезде афросиап дорогие друзья спасибо за внимание и не забудьте подписаться и поставить лайк до новых встреч